12 апреля Знаменательный день в жизни человечества И прежде всего нашей страны 53 года назад, в далеком 1961 году Человек впервые в истории отправился в космос Первым, кто облетел нашу планету Стал гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин С Днем космонавтики у нас как-то сам собой совпал запуск в эфир Новые программы Ну, будем расценивать это как добрый знак И начиная с сегодняшнего дня И теперь каждую субботу Мы будем подводить своеобразный итог уходящей недели Рассказывать о наиболее важных событиях из жизни города Ну, и не только Вы узнаете, чем живут другие из АТРОС АТОМа И, конечно, что происходит именно в вашем дворе Живые комментарии и мнения экспертов Все это в ближайшие 40 минут Ну, как говорится, поехали! Не нравится? Ходи пешком Нет бланков Вместе с полисом ОСАГО водителей заставляют страховать жизнь Получается, выламывают руки Страховщиками заинтересовалась прокуратура и антимонопольная служба Данные требования не имеют под собой законных оснований Все по счетчику Просто так отдавать деньги считаю неправильным Общедомовые приборы учета должны стоять во всех многоэтажках Цена уточняется Выиграют ли от установки счетчиков жители Выгодно, но через два с половиной года Как в Заречном исполняют федеральный закон То яма, то канава Дороги оставляют желать лучшего На ремонт в этом году потратят около 150 миллионов рублей На моей памяти не было такого большого объема средств Какие улицы сделают в первую очередь Если вас не устраивает состояние подъезда Надо брать банку с краской, кисточку, валик и красить Художники из народа расписывают старые будки Город, в котором ты живешь, можно сделать лучше И фасады городских учреждений Первое, что бросалось в глаза, что это вандалы, хулиганы Кто и зачем рисует на стенах Производственное объединение «Старт» является образцовым Такую оценку городообразующему предприятию дал директор Департамента развития Научно-производственной базы ядерного оружейного комплекса Госкорпорации «Росатом» Сергей Власов В Заречном прошло совещание главных инженеров предприятий Ядерно-оружейного комплекса Госкорпорации Оно было посвящено вопросам технического перевооружения Охраны труда и безопасности на предприятиях комплекса Специалисты обсуждали повышение энергоэффективности и производительности труда Говоря о месте проведения конференции, Сергей Власов подчеркнул, что город Заречный был выбран не случайно Производственное объединение «Старт» на сегодня определено как образцовое предприятие Ядерное оружейное комплекса Во время обхода производства предприятия мы увидели очень много технологических инноваций Которые сегодня отсутствуют на других предприятиях В Заречном началась массовая установка общедомовых водосчетчиков Сделать это необходимо до начала отопительного сезона И по закону жители как бы уже не спрашивают, нужны ли им эти приборы или нет Дело в том, что общедомовыми приборами учета все дома должны быть оборудованы еще в прошлом году Но в Заречном жильцов, которые самостоятельно поставили счетчики, немного Теперь установкой приборов занимаются ресурсоснабжающие организации Уже направлены договоры, в которых предложены подходящие для каждого конкретного дома приборы учета И определена стоимость работ Установку оборудования ведет предприятие «Энергоучет» А оплатить за все придется жильцам Как раньше отказаться от предлагаемых услуг собственники уже не смогут Если они не захотят добровольно оплатить прибор учета и расходы по его установке Поставщики коммунальных услуг вправе взыскать эти деньги через суд И закон будет на их стороне В Заречном установка общедомовых приборов учета вызвала ряд вопросов Некоторым горожанам показалось, что тарифы на установку приборов необоснованно высокие В спор хозяйствующих субъектов на стороне жителей пришлось вмешаться администрации На этой неделе Виктор Шошкин провел выездное совещание и распорядился разобраться в ценообразовании Это совещание первый заместитель главы администрации провел в подвале дома 60 по проспекту Мира Здесь приборы учета уже установлены Горячая, холодная вода, отопление, везде счетчики К концу года такие узлы должны быть смонтированы во всех многоквартирных домах Заречного Как сообщил представитель компании, которая занимается монтажом приборов Стоимость работ для каждого дома определяется индивидуально В городе мало типовых домов, а типовых коммуникаций еще меньше Цена уточняется Зависит она от диаметров самих приборов учета От нагрузок, от количества узлов ввода Ну и уже проектом уточняется сама цена Как правило, фактическая стоимость оказывается ниже тех цен, которые указаны в контракте Именно к ценообразованию у жителей и возникли вопросы Зареченцы попросили вмешаться администрацию города в их взаимоотношения с поставщиками энергоресурсов И разобраться, насколько обоснованы цифры в контрактах Просто так отдавать деньги считаю неправильным Далее надо посмотреть, насколько справедливо Ну если, допустим, накладные расходы от них никуда не денешься Если туда включается каким-то образом поверка Будущее, оно достаточно дорогостоящие мероприятия Если не ошибаюсь, раз в четыре года Раз в четыре года Раз в четыре года Если оно туда включается, покажите и докажите По некоторым домам решение, как снизить расходы, первый зам мэра нашел сразу, как спустился в подвал Дело в том, что в некоторые многоквартирные дома вода поступает сразу из нескольких вводов И на каждый, получается, необходимо установить по дорогостоящему счетчику По этим домам Виктор Шошкин попросил приостановить монтаж И поручил разработать схемы подведения коммуникаций так, чтобы общедомовый счетчик был один Давайте возьмем полтора месяца, чтобы разработать проекты для этих схем Затвердить эти решения на собраниях жильцов Убедить людей, что так будет дешевле и так будет правильнее Я думаю, что люди нас поддержат Установить приборы учета поставщиков энергоресурсов обязывает федеральный закон Сроки, когда жители могли сами установить приборы учета, прошли Теперь законодательство обязывает заниматься этим снабжающие компании В нашем городе это старт Энерго Подрядчик на проведение работ, компания Энергоучет, был выбран в ходе конкурса Жители будут платить не единожды, и они не платят единожды А будут платить на протяжении пяти лет И поэтому сумма, так скажем, она в квитанции небольшая Все зависит от площади дома и от приборов учета, которые установлены К началу отопительного сезона приборами учета должны быть оснащены все дома в городе В отличие от водосчетчиков, газовые счетчики пока ставят в добровольном порядке Обязательными эти приборы учета станут с 2015 года Все начинается со звонка Позвонить в Горгаз, вызвать газового агента или мастера Он приходит, замерит кухню, посмотрит газовую трубу И подскажет, что купить Все, все проблемы Герман Шубинин сомневался в установке газовых счетчиков, когда они были более внушительных размеров Сейчас, говорит, прибор индивидуального учета ничем выдающимся не отличается Поэтому экономный зареченец решил, что и газ пора начинать расходовать с умом Это будет выгодно, выгодно, но через два с половиной года, когда все окупится Не сегодня, не завтра его все равно нужно ставить, этот счетчик, по-любому Вот И в целях экономии Специалисты газовой службы обещают, что от момента обращения к ним по вопросу установки счетчика До самого монтажа прибора индивидуального учета проходит самое больше 10 дней После этого достаточно лишь подать документы на опломбировку счетчика и начинать экономить Как минимум 12 лет больше не потребуется никаких вложений Расходы жилец понесет порядка 3,5 тысяч Если просто такой простой случай Если кран находится на проектном месте Если не требуется никаких сварочек, работ, замен крана или там дополнительных каких-то еще вложений На сегодняшний день, по информации специалистов Горгаза, в Заречном установлено около 4 тысяч приборов индивидуального учета Уже экономит примерно одна четвертая всех горожан Наиболее активно приобретают и устанавливают счетчики жители частных домов, обладателя многочисленных семей В новостройках наличие данных приборов заложено по проекту Население очень активно начали устанавливать газовые счетчики 2011-2010 год Ну примерно 1000 счетчиков в год В 2012 году действия этого закона продлили Теперь период раздвинулся до 1 января 2015 года Люди расслабились Хотя в связи с поправками к федеральному закону об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Эти сроки обязательной установки в квартирах счетчиков на газ отодвинули еще на год Специалисты считают, что их отсутствие в квартирах зареченцев может ощутимо ударить по кошельку уже в ближайшее время Газовые приборы учета согласно 261 федерального закона должны быть установлены в каждой квартире И кто не успеет сделать этого к концу года, рискует начать платить гораздо больше, если платить по нормативу Просто будет потом невыгодно не иметь прибора Потому что, как правило, тратишь меньше А прибор с течением лет должен купаться По словам специалистов газовой службы, средний расход газа на семью составляет в среднем 10 кубометров за месяц По нормам на каждого жильца квартиры от грудного ребенка до старика отводится минимум 13 кубометров Даже если в семье не более трех человек, ежемесячно они переплачивают как минимум за 29 кубометров газа Что еще произошло в городе за неделю, расскажем прямо сейчас Коротко об основных событиях в информационном дайджесте Не учли погодные условия, в городе произошло сразу два серьезных дорожно-транспортных происшествия В первом случае не справился с управлением водитель ВАЗа Легковушка залетела в кювет Водитель и два пассажира получили серьезные травмы Госпитализацией закончилась и вторая авария Водитель 99-й модели, не убедившись в безопасности своего маневра при проезде пешеходного перехода Не заметив пешехода, в данном случае ребенка, совершил наезд на пешехода Приступить к уборке, не дожидаясь общегородского субботника Соответствующие поручения руководителям городских служб раздал мэр Заречного На благоустройство территории чиновникам Вячеслав Гладков дал неделю Надеюсь, что в ближайшее время, в течение 7-10 дней, мы город, конечно, приведем в порядок Более полутысячи горожан посетили ярмарку вакансий, которая прошла в городском центре занятости Информирование о имеющихся вакансиях, о тех, скажем, в тех свободных рабочих местах, которые в нашем городе есть Это тяжелый успех Человек может прийти в одно место и в одном месте пообщаться с многими работодателями Представителями кадровых служб наших организаций, нашего города Зареченские пожарные сдали кровь В акции приняли участие около двух десятков сотрудников Группа крови у меня редко, третья отрицательна, поэтому порой ее резус такой необходим Бывает в операциях, еще где-то встречается в жизненных ситуациях Так что с удовольствием думаю, что моя кровь кому-то поможет Итоги деятельности за первый квартал подвели полицейские Если верить статистике, правонарушений в городе стало меньше Отмечается сокращение на 16% числа преступных посягательств на имущество Не запущено рост и краска, в том числе квартирных корбежей и угонов В Заречном на два месяца объявлен карантин по бешенству Соответствующее постановление подписал губернатор Пензенской области Владельцам домашних животных рекомендовано выгуливать своих питомцев на поводке и в наморднике На Лермонтовском пруду гибнет рыба Такая ситуация повторяется уже не первый год Зареченцы объясняют это загрязнением воды Однако специалисты-экологи называют и другие возможные причины В прошлом году у нас были массовые заморы Как сами рабоводы говорят, пожадничали, лишнего рыбы зарыбили А как бы не предусмотрели меры по аэрации в зимний период Быть ли в Заречном скифу? Судьбу единственного конно-спортивного клуба решали в администрации У муниципального предприятия «Автотранс», за которым закреплен клуб Не хватает средств на содержание лошадей Городские чиновники обещали оказать помощь Детям мы должны предоставить возможность любить этих коней Заботиться о них А нашим коням мы должны предоставить возможность Помогать всеми своими силами нашим детям Становиться нормальными, полноценными людьми Баскетболисты Зареченского союза выиграли путевку в полуфинал чемпионата России Сыграв три четвертьфинальных матча с командой Тамбова Наши спортсмены дважды одержали победу Эмоционально и физически мы готовы дальше выступать и только побеждать Заречные готовятся принять масштабную легкоатлетическую эстафету На призы губернатора Пенсинской области В нашем городе она пройдет 26 апреля Ожидается участие более тысячи спортсменов С каждого района поедут помимо команд Может быть даже не одну, а несколько команд Будет мужская команда, женская команда, команда ветеранов Сборная смешанная команда И поэтому действительно количество участников оно большое В этом году собираются отремонтировать четверть зареченских дорог На этой неделе завершились торги по лотам и определился подрядчик, который будет проводить работы Забегая вперед скажу, асфальт собираются менять не только на магистралях, но и во дворах А на ремонт потратят около 150 миллионов рублей Для сравнения, в прошлом году на эти цели было выделено лишь 16 миллионов О планах на весну-лето в интервью нашему телеканалу рассказал начальник управления капитального строительства города Сергей Воронянский Сергей Александрович, здравствуйте Думаю, многие жители города заметили, что строительная дорожная техника уже вышла на улицы И какой-то ремонт ведется Это вот как раз в плане того, что заложено было на этот год Или все-таки это пока еще не те работы, которые должны вестись? Добрый день, во-первых Пока то, что вы видите на улицах, это текущий ремонт, ямочный ремонт, который начал комбинат благоустройства в рамках ежегодной своей работы Это пока не тот ремонт дорог, капитальный ремонт дорог, который мы протраговали в этом году Аукцион прошел на прошлой неделе У нас, правда, муниципальный контракт пока не заключен Он будет заключен в течение, там, через 10 дней по закону после проведения аукциона То есть 14-го числа должен быть заключен То, что сейчас делает КБУ Это ямочный ремонт, они делают его ежегодно Думаю, что где-то к первой декаде мая они должны закончить его Мы разговаривали уже с подрядчиками, которые будут у нас работать Сейчас делаем график работ, подготавливаем В конце этой недели должен быть запущен асфальтовый завод И на следующей неделе мы тоже планируем приступить к работам Но работы пока будем вести в рамках гарантийного ремонта тех дорог, которые делали у нас в прошлом, позапрошлом году Что касается сейчас состояния дорожного покрытия, как бы вы его оценили? Тема-то больная, и я каждый год слышу примерно одно и то же, вот в этот период времени О том, что катастрофы и такого состояния дорог не было никогда, ни в один год Если сравнивать, то, ну, катастрофы на самом деле нет Есть участки дорог, особенно перекрестки некоторые, которые в очень плохом состоянии находятся Естественно, мы это дело поправим, все Но я бы не сказал, что пока такое катастрофическое какое-то состояние дорог у нас Но, естественно, дороги оставляют желать лучшего Есть какие-то сроки вот этого гарантийного ремонта, когда он должен быть закончен? Да, мы планируем закончить его до мая месяца, то есть в апреле Конечно, все будет зависеть от того, какая будет погода Потому что должна быть плюсовая температура, круглосуточная, чтобы прогрелся асфальт Ну, я думаю, что там на самом деле не такой большой ремонт Есть у нас там локальные разрушения на этих дорогах, которые были, ремонтировались в прошлом и позапрошлом году Но, в принципе, я думаю, что за неделю, за две мы закончим его Что касается планов на предстоящий сезон Планы амбициозные Сколько будет подрядчиков у вас работать здесь? Потому что я понимаю, что аукционы уже прошли, они известны И объем работы тоже, наверное, известен, уже поделен Планы достаточно большие На моей памяти не было такого большого объема средств Не выделялось на ремонт дорог Это где-то порядка 110 миллионов на дорожно-уличную сеть И около 40 миллионов на внутриквартальные территории Если внутриквартальные территории мы еще так масштабно, там, два года назад делали То на дорожно-уличную сеть выделялось, ну, где-то порядка 16-20 миллионов 23 миллионов, вот так, ежегодно В этом году 110 миллионов Это позволит нам охватить около 15% всей площади дорожно-уличной сети Вообще наши планы были и есть на сегодняшний день Мы готовим программу с тем, чтобы выйти на 4-летний межремонтный интервал по дорогам То есть каждые 4 года ремонтировать дорогу Поскольку интенсивность движения очень большая Нагрузки на дороги очень большая Вот, и практика показывает, что, как правило, вот 3-4 года живет в таких условиях, вот, нагруженных дорожно-уличной сети Что касается аукционов, проведенных, у нас есть победитель, это дорожно-строительное управление ДСУ-1 Организация, которая проводила ремонт у нас и в прошлом году Организация достаточно сильная с точки зрения наличия техники у нее и своей базы То есть у нее свой асфальтовый завод, своя техника, специализированная организация И в этом плане, конечно, мы рады, что к нам не пришел никто, так сказать, с одной лопатой, с носилками В этом плане, конечно, будет проще немного работать с ними Поскольку они одни победители, но я думаю, что мы уже разговаривали с представителями этой организации Я думаю, что они будут привлекать субподрядные организации, в частности, на внутриквартальные территории На ремонт внутриквартальных территорий, потому что объем достаточно большой А качество работ, о нем можно говорить? Потому что, ну, вот вы говорили о том, что разрушаются дороги Причем места разрушения известны, перекрестки Может быть, там не то качество надлежащее было, либо как-то по-другому уже... Ну, вот сейчас разрушаются в основном те перекрестки, о которых мы говорили Вот улица Комсомольская, Спортивная Которые у нас не были в капитальном ремонте последние два года Но это не говорит о том, что с качеством все хорошо, на самом деле, даже на тех дорогах, на которых проходил ремонт Мы видим, что через два года практически появляются локальные разрушения дорог Конечно, это все ремонтируется, это все можно поправить Это будет, еще раз подчеркиваю, гарантийный ремонт за счет подрядчика Но, к сожалению, такие факты есть, они нас, конечно, не радуют Мы начали практику привлечения сторонних экспертных организаций То есть мы привлекаем строительные технические лаборатории Берем пробы асфальта, делаем всевозможные исследования С тем, чтобы подтвердить качество тех смесей, которые используются Но практика показывает, что даже такие способы контроля не дают стопроцентного результата, к сожалению Будем работать над этим Но если вновь вернуться к планам на предстоящий сезон Какие улицы будут отремонтированы в ближайшее время Сейчас мы готовим график очередности ремонта улиц В первую очередь мы планируем сделать ремонт на улицах Спортивная и Братская Это связано с тем, что у нас будет проводиться эстафета в городе Такое серьезное мероприятие И в дальнейшем мы будем работать над дорогами В первую очередь над теми дорогами По которым есть движение общественного транспорта Начнем с улицы Мира, Строителей, Заречная Потом улица Заводская Тоже первоочередная, поскольку состояние ее неудовлетворительное Еще у нас в плане ремонта улица Любовина Улица Индустриальная, улица Транспортная Дорога на Пензу Часть дороги до Ахунского переезда от проходных И дорога от Ахунской проходной до Перекрестка Путепровод замонтажный проходной Вот те дороги, которые будут подвержены ремонту Сейчас, ну мы посмотрели, у нас есть небольшая экономия после проведенного аукциона Мы сделали анализ сейчас по состоянию дорог И возможно мы включим еще какие-то дороги Либо увеличим объемы по тем дорогам Объемы ремонта по тем дорогам, которые я уже назвал Либо включим дополнительно еще улицу Комсомольскую Часть улицы Комсомольской Ну что ж, Сергей Александрович, спасибо, что согласились прийти к нам и ответить на наши вопросы Спасибо вам Этой весной автомобилисты столкнулись с неожиданной проблемой Отсутствие полисов ОСАГО В Привозском федеральном округе практически все компании отказываются страховать автолюбителей Заявляя, что у них нет бланков В Курганской области прокуратура оштрафовала менеджера одной из страховых компаний За навязывание автовладельцам дополнительных услуг Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области намерено добиться отзыва лицензии на страхование по ОСАГО у одной из компаний Которая навязывала дополнительные услуги при продаже полисов Так, по мнению экспертов, страховщики пытаются покрыть свои убытки Ведь основные тарифы были утверждены правительством в 2003 году Инфляция за это время серьезно выросла Возросла и средняя стоимость автомобилей Если 10 лет назад она была 250-300 тысяч рублей То сегодня 600-800 тысяч рублей Соответственно, суммы, которые должны выплатить в случае ДТП, тоже увеличились Другой вопрос Законно ли поступают страховые компании? Ведь это государство выдало им лицензию на страхование автогражданской ответственности И страховщики обязались выдавать полисы по государственным ценам Что делать, когда бизнес пришел в противоречие с законом? Страховые компании поставили автовладельцев перед сложным выбором Если раньше большинство автолюбителей без сомнения нарисовали бы запятую в этой части предложения То сейчас они скорее вынуждены нарушать закон Правда, не по своей вине Страховщики начали отказывать выдачи полисов автогражданки еще осенью прошлого года Сегодня ситуация накалилась до предела Николай Иванович потерял надежду приобрести полис ОСАГО Спустя полгода хождения по зареченским филиалам страховых компаний Отказывали везде, ссылаясь на отсутствие бланков Звоню тому, который меня страховал Говорит, вы у меня не числитесь вообще Иди вон туда, в управление строительства Я пошел в управление, нет бланков Ходил, полтора месяца ходил, нет бланков Ну тут уже зима, куда ездить? Ладно, сейчас то же самое По другой причине отказали в продаже полиса ОСАГО автовладельцу Ильдару Новый автомобиль он хотел застраховать на три месяца Что по закону не возбраняется Когда водителя не обслужили в компании, с которой у него был заключен договор ранее Ильдар решил сменить страховую Тогда ему заявили, что менять страховщика это неэтично Как вот в одной из этих компаний мне обрисовали Что все эти полисы это что-то типа бланка строгой отчетности Их определенное количество выдают компаниям И компании выгодно застраховать, выгоднее застраховать на год Потому что они работают от процента, я так понимаю Обе эти истории до боли знакомы профессиональному водителю Анатолию Чтобы застраховать свой новенький автомобиль Он объехал все компании в городе Везде то же самое Не страхуем, нет полисов Правда тут же предлагали альтернативный вариант Полис ОСАГО с дополнительными платными опциями Проехав по городу по страховой компании Я не мог найти страхового полиса Говорят, что нет бланков Предлагают застраховать только по полной форме У них предусмотрены страхованием жизни С техосмотром Это стоит в районе 6 тысяч Получается людей ставят в кабальные условия Заставляют платить лишние деньги Получается выламывают руки Водители в один голос утверждают Что автогражданку по тем или иным причинам Не оформляют ни в одной страховой компании города Чтобы убедиться в этом Мы объехали четырех зареченских страховщиков В двух организациях нас встретили запертые двери Еще в двух невнятные отговорки Это уже давно с чем Я не знаю с чем это связано У нас личность и не себя Я прихожу в любую контору Я выбираю любую Вновь приобретенную машину Я хочу застраховать Какая разница где? Мы здесь агенты У нас вот распоряжение такое Здесь заречены все такие Вот дают по три полюса И говорят этому, этому, этому дать В Пензу езжайте В Пензу ради дома Вы обязаны застраховать Опять же, я не знаю, что они найдут вам сказать Чтобы не застраховать Вы вообще обязаны застраховать В любую сторону Будут предлагать, наверное, страховать жизнь Наверняка Наверняка Просто наглее угадцы надо потребовать Если в магазине нет хлеба Вы приходите туда с камерой? Прошу сидеть Нет? Нет А к нам чего тогда? Ну, если нам полюса не дали Мы-то в чём Вам дают такое задание? Не выдавать полюса? У нас нет полюсов А почему? Ну, если мы ищем пальмем Тем более, конец ватт Если сейчас, допустим, он будет страховать жизнь свою И ещё всё остальное Мы быстро вам сказали Что у нас сейчас вообще Ни за 6, ни за 10 А вот это видео нам передала Одна из зареченских автоледи Процедуру оформления полюса Автогражданской ответственности Она от начала и до конца записала На скрытую видеокамеру Оказывается, полюсы в компании есть Только выдают их на особых условиях 3286 рублей 8 копеек А в связи с чем такая большая сумма? Ну, скидка 10% Это само собой И комплексное страхование А что входит в комплексное страхование? В страхование жизни А где это написано, что это я должна Страхование жизни сделать? Это условия, которые предлагает страховая компания Если ваш что-то не устраивает То может быть исключательное страхование Девушка не побоялась отстаивать свои законные права Доказывая неправомерность действий агента И предупредила о возможности обращения в надзорные органы Убеждать страховщиков пришлось около часа Но в итоге полюс девушки оформили С платным приложением в виде страхования жизни В приватной беседе агент пояснил В чем причина таких действий страховщиков Политика в компании Понимаете, не развивать или не увеличивать клиентскую базу полоса Политика в компании Потому что ОСАГО Убыточный вид страхования И сильно убыточный вид страхования 10 лет не повышает стоить никаким образом Стоимость ремонта растет Стоимость запчатей растет Все что угодно растет Но не страховка Что можно выпустить Какие можно собрать средства При полисе, который 1500 стоит С таким странным поведением страховщиков Столкнулись водители по всему региону Так, по сообщениям информагентства «Пензеньюз» Управление Федеральной антимонопольной службы России по Пензенской области Уже возбудило дело в отношении одной из крупнейших страховых компаний Нарушение выразилось в навязывании физическим лицам Являющимся владельцами транспортных средств Услуг страхования от несчастных случаев И болезни при заключении договоров Обязательного страхования автогражданской ответственности Зареченские водители тоже решили бороться против произвола страховых компаний В городскую прокуратуру уже поступило несколько заявлений От автовладельцев с просьбой разобраться в ситуации Сейчас по всем этим обращениям ведется проверка Но признаки нарушения прав граждан уже усматриваются Согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации Обязанность страховать свою жизнь или здоровье Не может быть возложена на гражданина по закону Кроме того, в силу закона о защите прав потребителей Запрещается обуславливать приобретение одних товаров Обязательное приобретение иных товаров Таким образом, данные требования не имеют под собой законных оснований Страховые компании поставили водителей перед сложным выбором Либо продолжать ездить без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности И нарушать закон Либо переплачивать страховщикам за навязываемые дополнительные услуги Тем временем, крупнейшие страховые компании страны Собираются поднять стоимость полиса автогражданки в некоторых регионах В том числе и Пензенской области Появится ли тогда у водителей возможность без проблем купить полис, неясно Пока же правоохранительные органы рекомендуют отстаивать свои права И в случае отсутствия у страховщиков полиса ФОСАГО Получить у агента письменное подтверждение И обратиться с исковым заявлением в суд В Заречном стартовал конкурс городских инициатив «Мой двор-2014» Проводится он уже в четвертый раз Его участники своими силами высаживают цветы Декоративно оформляют клумбы, сооружают малые формы В общем, делают все, чтобы их двор признали лучшим В этом году на экспертном совете перед стартом конкурса Решили добавить еще одну номинацию «Лучший подъезд» Претенденты на победу уже есть Картинами, цветами, в горшках на лестничной клетке, шторами Сейчас мало кого в Заречном удивишь Поэтому жители взялись за кисти и краски И доказали, что благоустройство – это не только клумбы, газоны И лебеди из автомобильных покрышек Арт-субботник в разгаре Работа кипит около каждой передвижной мастерской Броши, кормушки для птиц, походные чайники и даже картонные роботы Все это горожане учатся делать своими руками Главный материал – вторсырье Умельцы показывают, как можно преобразить окружающий мир Сделаем город наш красивее Да, чтобы было красиво Приглашаем всех жителей присоединиться к нашему построению Мы улыбаемся, танцуем тут и поем Маленький Егор Тихомиров на арт-субботнике смастерил свой первый скворечник Вместе с мамой и папой они завсегда три участники различных городских акций В принципе, арт-субботник – он больше развлекательное мероприятие, чем мероприятие, направленное на благоустройство города Поэтому цель, наверное, арт-субботника, по моему мнению, это показать людям, что город, в котором ты живешь, можно сделать лучше Для себя Михаил Тихомиров уже давно решил, что благоустраивать – значит действовать Таких же неравнодушных и готовых засучить рукава он нашел среди знакомых Видели с друзьями, что очень много будук В основном они где-то во дворах, затерянные такие стоят И, как правило, все грязные, некрасивые, как правило, исписанные либо нецензурной бронью, либо просто какие-то там знаки и буквы не очень понятны Это некрасиво, неэстетично, и вот была идея расписать какую-нибудь будку Ответственной за роспись вызвалась сама Екатерина Она по образованию художник Решили начать с будки рядом с домом В складчину купили краску и договорились провести выходные за арт-терапией Всего над чудо-будкой трудились 8 человек Кстати, идея сделать из нее аквариум у Екатерины Арзютовой родилась спонтанно Подсказали формостроение и синий фон Хотел сделать, чтобы какая-то изюминка была в рисунке Поэтому появился аквалангист на Баку Еще предполагал, что на противоположной стене будет русалка Вот, и они как бы вроде как друг другу навстречу плывут, но никак не встретятся Пока сделали только половину, это мы так отмечали в прошлом году, День защиты детей Своим творением группа неравнодушных гордится И на достигнутом останавливать свое творчество не собирается Говорят, что в планах уже есть новый проект Ведь живопись может украсить любую стену Даже если это стена главного учреждения культуры города Нам надоели эти серые стены, мы решили их как-то немножко украсить Принести, так сказать, красок в серые будни Дворца культуры Ну и соответственно, тем самым мы создали уникальную площадку Для выступления, для проведения различных молодежных и не только мероприятий Директор Дворца культуры Николай Сизов Первоначально к идее расписать заднее крыльцо здания отнесся скептически Но позже все-таки решил дать шанс ребятам Купил краску, дал разрешение на работу, но предупредил, что если получится плохо, просто закрасит все серым Время показалось, что риск был с моей стороны оправдан Сейчас это место пользуется спросом Знаю, что сюда приезжают и свадебные кортеджи, и отдельные фотосессии Знаю, что молодая жена устраивает Поэтому считаю, что есть фасад Дворца культуры Но это тоже часть в том числе, часть нашей культуры Граффити превратило заднее крыльцо в концертную площадку под открытым небом Весной, летом и даже осенью здесь выступают участники проекта «Кумиры» Различные музыкальные группы Творчество уличных художников вписалось идеально Нравятся и зрителям, и исполнителям Идея была связана с музыкальной тематикой Потому что первое мероприятие – это был живой звук И решили сбросить что-нибудь на музыкальную тему А второй рисунок – это рисовали пензенцы, азарт арта И у них была импровизация Нарисовали среднюю картину Ушло у нас на это примерно два дня Дальше мы работали за арта арта То есть они свою часть стены нарисовали за день Это уже было другое у нас мероприятие И далее мы в течение, наверное, опять же Пару дней работали на третьей стенке Которую мы собираемся еще потом продолжить И закончить ее, возможно, даже в другом же стиле сделать Когда на крыльце современника впервые увидели молодежь с баллончиками краски Кто-то из прохожих подумал – вандалы И вызвал полицию Приходилось даже заступаться за ребят Когда мем проходил патруль полиции Потому что первое, что бросалось в глаза Что это вандалы, хулиганы и так далее И вот они портят стены Но объяснили, что это наш общий проект Поэтому надо ребят поддержать В блокнотике с эскизами у ребят заготовлено И досконально прорисовано еще много интересных проектов Говорят, что очень хочется сделать город ярче И более приближенным к молодежи Для этого силы времени никому не жалко Было бы место Этот зареченский подъезд не спутать ни с одним другим Уже одна входная дверь обещает, что за ней нас ждет нечто интересное Делаем первый шаг и сразу попадаем в какую-то живописную сказку Где на смену, например, скучным почтовым ящиком приходят вот такие разноцветные Когда красил, я заметил, что он похож на бамбук А потом уже хотелось поработать с трафаретом, понять технику И вот получилось то, что получилось Михаил Палаткин тот самый человек, который преобразил До недавнего времени типичный подъезд в разноцветную галерею Просто объяснил художник, надоело смотреть на унылые, потрескавшиеся стены Этому подъезду 50 лет, в апреле исполнилось Все одинаково, у нас нет какой-то границы У нас что новое желе, что старое, все одинаково Я звонил, ремонт подъезда будет в 2017 году Ну что ждать до 2017 года Еще три года так просуществует, потом мне придут перекрасить Опять зеленый цвет, но еще три года просуществует И можно будет дальше красить Особого страха или волнения перед тем, как и что делать, не было Ведь Михаил архитектор краску кисточки трафарета покупал за свой счет Рассказывает, решил сразу Каждый этаж в подъезде должен быть особенным Изначально я хотел покрасить только на четвертом этаже А когда уже спускаешься по тому подъезду, который здесь был до первого этажа А тот зеленый цвет, уже как-то не хотелось вниз спускаться Или подниматься быстрее, хотелось к себе туда на желтый этаж, на оранжевый И пришлось красить все до конца, до входной двери Красил вечерами, сразу после работы, в основном один Соседи реагировали по-разному, большинство положительно Кто-то даже предлагал помощь Когда же подъезд обрел окончательный облик, стал предметом всеобщей гордости А в интернете, где Михаил на своей страничке в соцсети разместил подробный фотоотчет Началось активное обсуждение Люди завалили его вопросами Главный, как сделать нечто подобное самим? Надо брать банку с краской, кисточку, валика красить, выходить и красить Все, какого опыта Это элементарный труд, это может сделать любой То же самое разными словами нам сказали и остальные герои сюжета Каждый из них однажды захотел сделать что-то хорошее для себя и родного города Только вместо пространных рассуждений на заданную тему и ожиданий и инициативы со стороны Сами взяли все в свои руки Не пожалели сил, свободного времени И в результате смогли сделать окружающий мир чуточку лучше, чище и ярче На этом все Встретимся в следующую субботу в 19.30 Мы будем готовы вновь рассказать вам о самом интересном за неделю Субтитры создавал DimaTorzok